Всем привет! Блендер 2.91 и давайте посмотрим, как этот персонаж будет вести себя в анимации. Скоро начинаю полностью вычищать старые работы, слишком много их опять скопилось в файлов. Так что, если вам что-то нужно, там в течение недели, возможно даже двух, посмотрите, какие персонажи вам нужны, и я вам их вышлю. Но опять же, скажите, куда выслать. Так, а потом буду я все это дело опять чистить, удалять. Так, погнали делать анимацию, простенькую. Итак, вот такой вот персонаж, вот такой вот щит и вот такой меч. Не стал я показывать, как его делать, тут слишком все просто, неинтересный был бы ролик. Так, выбираем сначала что. Сначала нам нужно вот этого персонажа, так, R, перекрутить вот этот меч. S, английская чуть-чуть его уменьшить. Теперь, значит, G. Так, Ctrl Z. G, английская подведем к руке. Вот сюда, вот так вот. Где-то в таком духе. Еще раз G. Смотрим, маленький он, не маленький, может еще побольше сделать. Давайте еще чуть-чуть я его S побольше сделаю. И G вот сюда пока где-то к руке подведу. Ну, такая штукенция. Так, теперь что нужно сделать? Нужно взять щит и семерка на нампаде. Значит, G подводим его вот сюда. R перекручиваем. Так, единица на нампаде тоже R перекручиваем. И нужно его подставить к руке вот сюда. Так, есть такое дело. Чуть-чуть еще R. И сюда, как бы, наверное, сейчас посмотрим. Еще раз S. Побольше. Ну, где-то вот в таком духе. И немножко, наверное, его перекрутим, чтобы он не касался до спины вот этого льва. Ну, так вот как-то. А ну-ка, если его еще поменьше сделать. И немножко G глубже посадить вот сюда вот так. Да, наверное, вот так вот сделаем. Пойдет. Так, теперь. Выбираем щит, выбираем косточки и заходим в Pulse Mode. Выбираем вот эту кость Inverse Kinematic. И к ней Ctrl-P. Вон, вот это все дело приращиваем. Чтобы теперь щит был на руке. Зараз давайте сразу. Вот эти пальцы подсогнем. Так, пока щит. Где он тут находится? Щит можно пока отключить. И вот эти пальцы нужно сжать. Значит, R. Вот так. Как будто он держит там какую-нибудь лямку. Так, теперь R. G. Чуть-чуть все это дело группируем. Мышка опять же у меня новая. И вот здесь вот. Не привык я к ней еще. Словом. Так, вот так. Эту сюда. Так, теперь этот палец подкрутился. Выровняем. Не беда. Этот палец тоже как бы в центр. Поглубже. Так. Здесь тоже пока загнем фаланги. Ну и вот эту фалангу тоже. Так, этот палец сюда. И вот эти две фаланги тоже подсогнуть. Так. И вот эту нижнюю тоже. R английская. Так, ну а этот палец. Вот сюда как бы. Вот так. Ну, в принципе, пойдет. Включаем теперь щит. Все нормально. Сохраняем все это дело. Прописываем. Сейчас сначала object mode. Выбираем еще меч. Так. Может, того еще побольше сделать. Ну, давайте еще побольше. G. Во. Как раз под руку. Моща. Угу. Или, наверное, чуть-чуть поменьше. Да. Чуть-чуть. А то перебор какой-то получился. Так. Теперь. Нужно вот этого перса выбрать тоже. И зайти в постмод. Приращиваем вот этот меч к любой косточке на руке. Ctrl-P. Бон. И вот эти пальцы нужно теперь тоже подсогнуть. Так. Выбираем сразу вот эти все фаланги. Делаем теперь R. Вот так. Чуть-чуть их корректируем. И выбираем вот эти теперь фаланги. И тоже R подгибаем. Так. Ну, а палец этот. Само собой. Чуть-чуть сюда. И немножко как бы вот в эту сторону. Так. Нормально. Ну, и вот одну фалангу можно тоже чуть подсогнуть. Смотрим, что да как. И вот эти фаланги тоже подсогнем. Получается R. Во. Чтобы поплотнее рука была. Ну, а теперь Object Mode. Смотрим, что тут получилось. Корректируем еще вот этот меч. Чуть-чуть его перекручиваем. G. Подставляем. Ну, и нормально вроде как бы. Так. Чуть-чуть, наверное, еще пониже его. Во. Проверяем без костей. Как тут все выглядит. Ну, в принципе, неплохо. Но здесь вот нужно его меч еще подкрутить. Вот сюда. Так. И вот этот палец уже в процессе подкорректируем. Вот этот палец. И вот этот чуть-чуть еще поближе можно поджать. Так. Выбираем теперь косточки и заходим в POS Mode. Так. Подгибаем сразу палец, чтобы не забыть. R. И вот этот палец тоже первый. Подгибаем посильнее. Так. Единицы нам падим. Что я еще хотел. Хотел я вот эти косточки еще поднастроить. Вчера я их, по-моему, забыл сделать. Значит, ставим name. Это у нас получается, значит, 42-я и 58-я кость. Выбираем inverse kinematic. Значит, добавляем арматуру и добавляем 42-ю кость. 42-я. Так. Теперь второй inverse kinematic на 58-ю. Арматура, 58-я кость. Все настроено. Теперь name надо отключить. Ну и пишем первый кадр. Так. Колесиком кадры прибавим. Пишем первый кадр. Вот это все выбираем. Кость. G. Вот так вот подставляем пока. G. И вот эту тоже кисть. G. Ох, мышка, мышка. Непривычно мне с новой мышью. Так. Это значит так. Ну и как-то вот так, наверное. И чуть-чуть руку назад. Во. Так. Это единица на нампаде. Тройка на нампаде. Можно еще чуть-чуть ниже опустить. Во. До уровня земли. Меч. Смотрим, как это все выглядит. Вот так вот. Единица на нампаде. Все классно. Пишем A и Локрот. Есть первый кадр. Так, теперь что можно сделать. Ну, просто пусть он, наверное, поводит вот этим мечом, да? Туда-сюда. Значит, на пятом кадре пусть персонаж, значит, поднимет вот этот щит. Так, G. И еще раз G. Так, R. И вот почему щит не двигается. Давайте еще косточки поднастроим все-таки. Вот так. Добавим вот этой кости. Ctrl-Shift-C. Значит, Copy Location. Так, опять у меня появляется вот эта... Как ее называют? Empty. Delete. Нафиг нужна. Теперь выбираем опять же кости и заходим в Post Mode. Так. Ну что ж. Непривычно так с мыслью. Так, это отключаем. Выбираем, наверное, вот эту Inverse Kinematic. Через Shift выбираем вот эту кость. Ctrl-Shift-C. Вот теперь Copy Location. И выбираем вот эту кость. Inverse Kinematic. Через Shift-Ctrl-Shift-C. Копи Трансформация. Ставим здесь теперь, значит, Local Space. Ну и здесь тоже поставим Local Space. Так. И уменьшим интенсивность. Тут чуть поменьше. И повторение тоже, чтобы поменьше были. Копи Location. Вот так. И вот теперь, смотрите, если мы будем двигать рукой, вы видите, насколько щит теперь прикольно работает. Вместе с рукой входит вот такая штука. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Выбираем с этой стороны тоже косточку. Вот эту Inverse Kinematic. Через Shift-C. Ctrl-Shift-C. Copy Location. Теперь управляющую кость выбираем. Выбираем через Shift-Inverse Kinematic. Ctrl-Shift-C. Copy Трансформация. Ну и ставим на Трансформацию именно Local Space опять. Ну вот такая штукенция. Опять же, интенсивность уменьшаем. И тут интенсивность тоже уменьшаем. Так, все. Персонаж настроен. Единица на ампаде. Смотрим, как работают ноги. Так, это G. Не ту кость взял. Ctrl-Z. Вот эта косточка. Так, тройка. Единица на ампаде. G. Все, вы видите. Нормально все работает. Я тут еще добавил косточки именно на шмотки. Чтобы они не прилипали сзади. Ну вот эти, сейчас покажу. Вот эти задние щитки. И передний щиток. Ну а боковые я оставил на ногах. Они все равно к ногам приложены близко. Нормально. Так, единица на ампаде. И включаем видимость костей. И погнали дальше писать анимацию. Итак, на пятой, значит, выбираем TAS. G. Английское. Сажаем его. Так, раздвинем ему вот эти вот конечности. Значит, G. И вот эту конечность, значит, G. Выбираем позвоночник. Таз, значит, R. Перекручиваем. И G. Так, R. Меч поднимаем вот сюда. Щит тоже поднимаем. И голову перекручиваем. Семерка на ампаде. R. Вот таким вот образом. Так, ну а таз, наверное, все-таки вот сюда вперед выдвинем. И кисть перекрутим. И G. Так вот. Кверху его поднимем. И R. Вот так оставим меч. Пишем A и локрот. Смотрим, что получилось. Значит, пятый G можно на десятый поставить. Вот так нормально уже будет. И пускай он поводит вот этим мечом. Значит, здесь он сосредоточился. И мечом поводит по земле. Туда-сюда. Так, вот это будет нормально. И все. И в принципе нормально будет анимация. Так, на пятнадцатом. На пятнадцатом кадре он. Опускает щит. Расслабляется. Так. Ложная тревога типа. Так. R. Вот так вот. Теперь поворачивает голову. Семерка на нампаде. R. И вот этот меч выводит вперед вот так. G чуть-чуть книзу. R. И чуть-чуть назад у такого. Так, семерка на нампаде. Еще R. Тело чуть-чуть перекрутим. Пишем A и LOKROOT. Так, тут с локтем что-то. Так, наверное, чуть-чуть его. Во. Вот так вот. И LOKROOT. И погнали смотреть, что получается. Так, пятнадцатый. Делаем теперь G. Перетаскиваем на 25. И смотрим, что получается. 25-ый. Ну и теперь проводить надо доспехами. Ну, в смысле мечом. Так, а вот здесь, наверное, вот этот меч. Надо как-то вот так. R. Вот так. Это сюда. И как бы на изготовку он его вот так вот берет. На щит ложит. О, а, и LOKROOT. Вот так будет прикольнее. Оп. И вот так. И. И. Так, на пятнадцатый делаем задержку Shift D, копируем еще этот файл, чтобы здесь как бы он замедлился, но постоял чуть-чуть. На двадцать пятом он так вот расслабляется, на тридцатом выпрямляется, так и ногу подтягивает G. А, и LockRod. Так, ну что тут у нас? В принципе, нормально. Ну а теперь погнали делать движение мячом. Значит, тридцать пятый кадр. Еще раз перекрутим ему вот это тело. И LockRod. Смотрим, что получается. Во, класс. Мы погнали мячом теперь двигать. Так, так, так. Перекручиваем теперь вот эту кисть. Вот так вот. Так, что тут получается? Угу. Вот так. И кисть вот так вот перекручиваем. Раз. И голова. Голова смотрит на эту руку. Вот так вот. Так, стоп. Это сороковой кадр. Пардон, здесь сбился. Значит, голова уходит вниз. Перекручивается в сторону кисти. И вот эта кисть. Давайте отключим кости. Посмотрим, как ее лучше перекрутить. Вот так, наверное. Пишем. А и LockRod. И теперь на сорок пятом. Так, на сорок пятом. Значит, а и LockRod. Идет перекрутка. И теперь получается, значит, раз, два, три, четыре, пять. На 75 кадр. Выбираем, значит, кость руки. И убираем таз. Семерка на ломпаде. Значит, R перекручиваем. Вот так вот. Тело. А вот эту кисть, G, так, G, R. Так, это вот так. Теперь это значит, R тоже вниз. И G как бы вот так вот. Так. Так. так теперь перекручиваем голову так control z опять не тупость взял выбрал маску так теперь значит семерка на нампаде делаем r перекручиваем теперь уже не таз а вот сам позвоночник семерка на нампаде r вот так немного таз вперед вот так и ногу одну колено можно перекрутить так теперь щит увести подальше вот сюда так эту значит вот так вот так вот вот сюда и вот так я поставим пишем а и локрут ну и смотрим что получилось вот 75 кадр и теперь перематываем и смотрим до какого нужно проход сделать вот когда он опустит час так ставим 85 кадров и посмотрим так 85 включаем косточки и теперь вот эти он джи ложат этот меч значит вниз тройка на нампаде это значит р перекручиваем чтобы точно попасть на пол на уровень пола чтобы потом не переписывать не переписывать все эти кадры выбираем теперь таз джи немножко рукава приселом перекручивает тело р кисть тоже перекрученная должна быть вот так вот и в боку вот так а и локрут смотрим что получилось ложит его и теперь нам нужно его вернуть в то положение в изначально и так здесь еще что нужно поменять это значит выбираем таз выбираем вот эту руку значит джи уводим это все вперед и вот эту ногу джи уводим назад вот так вот и локрут 85 делит потому что я ошибся опять же с мышкой не туда поставила и вот раз он так хоп уложит он и получается на девяностом кадре на девяностом кадре выбираем значит вот этого персонажа так вспоминаем все кости которые были задействованы семерка это значит р идет перекрут так и джи руку вводим сюда р перекручиваем вот эту кисть вот так вот и джи на вытянутую вот так на вытянутую ставим и перетаскиваем значит джи вот такое положение так это значит а с цемерка на нампаде выбираем голову и голову поворачиваем сторону меча вот так во, а щит немножко подаем вперед вот так вот приподнимаем а его крот там 90 кадров и смотрим что получилось нормальный 90 кадр shift d ставим на сотый и ставим 100 кадров чтобы была задержка так смотрим что у нас так 10 кадр давайте 10 кадр shift d и поставим ну допустим на 110 и поставим 110 кадров даже не 110 а 150 и смотрим что получилось раз он проверяет все это дело отводит и опять становится в изготовку так вот здесь добавим покадровок чтобы было мягче все это дело это g на 120 давайте переведем о и 120 немножко изменим выбираем косточки g здесь выкручиваем колено теперь поднимаем немножко сид повыше вот так вот и вот эту штукенцию меч уложим прям на щит вот так и все это дело еще ниже опустим g о переписываем а его крот ну и смотрим что тут получилось о нормальная штукенция так только косяк теперь со щитом переписываем сид слишком далеко въелся в маску вот так и попробуем немножко руку вот эту о подкрутить так а это вот так выкрутим вот так вот такой у нас получился персонаж вы видите что щитки коленям не при не прирастая тут эта часть не тянется вот все нормально тут остается так что тут еще меч нормально теперь смотря какой ракурс подобрать наверно вот этот вот и вот здесь нужно промежуточный кадр создать вот где-то наверно 115 а его крот и 115 нужно g поближе сюда подвести так смотрим 60 как это все дело будет смотреться убрать вот эту меньше задержку поставить g сюда вот так вот ставим на 70 так а эти тогда поближе поближе g сюда это сюда на 105 смотрим опять что получилось 60 кадра нормально так а если этот один удалить где была задержка смотрим еще раз что получится нормально вот это уже нормально а вот здесь чтоб порезче был подведем поближе принц righteous двигаются и используют просто гидро вместо realized которое анти т в по Продолжение следует... Так, ну а теперь прописываем вот эти все кадры, где-то что-то можно поменять, где-то что-то доработать, и будет прикольная анимация. Так, вот здесь даже 110 можно добавить выпад вперед. Так, выбираем косточки. И делаем G. Так, а что у меня тут прилепилось? Опа-на, вскрылся косяк. Смотрим, косяки исправляем. Так, выбираем вот эту штукенцию. Так, Ctrl-Z. Дата-трансфер на персонажа, вертекс, вертекс-групп. Где-то вот эта вершина одна прилепилась. Зараза. Ну, не беда. Вот эту часть мы сейчас delete. А вот эта часть, которая нормально работала, сделаем так. Единица на нампаде. Shift-D. Щелчок. Правая кнопка мыши. Делаем Mirror. X-Global. Вот так, да. И теперь семерка на нампаде. Делаем R. G. R. Так, что тут за фигня опять? Ну, ладно, эту я пока удалю. Этот косяк я потом исправлю. Пусть пока без него побудет. Главное, что вот этот щиток работает нормально. А этот полигон где-то в вершины, наверное, прилепилась к какой-то части. Так, ну, выбираем опять же персонажа. Post Mode. Английская A. Ну, здесь вот выберем опять же вот эти части. И G. Приподнимем персонажа. Вот в такую позу. Так. И G. Опускаем, значит, щит. R. Выкручиваем руку. G. Чуть-чуть пониже щит, значит, вот так поставим. И немножко еще нагнем меч. Вот так вот. А. И локрут. Так. Ну, и смотрим результат. Опа, вот она штукенца, которая прилепилась. Вот она. Угу. Вот это надо будет ликвидировать. Вот и найден косяк. Анимация показала, что косяк есть. Так. Английская A. G. И, по-моему, 120-ый нужно поближе на 110-ый передвинуть. Проверяем. Вот он мягко так делает. Все. Рука пошла. Этот ловит. Все. Поднялся. Даже еще быстрее должен подняться. G. Угу. Нормально. Так. 90-ый G поближе. К 85-ому. Чтобы как рывок был. Ну, а эти тоже G подтягиваем поближе. Ну, и смотрим. Так. Мягко пошла, пошла. Резкие движения в конце. О. Вот такая штукенца. Все. Всем пока. До свидания.